Донецк На Донбассе полным ходом идет война. Украинские силовики обстреливают Донецк днем и ночью. Гром взрывов, пугающий местных жителей, раскатывается по всему городу. Дончане уже научились различать звуки самых различных орудий, потому как здесь в ход идет все – зенитные установки, минометы, грады, гаубицы. В Киевском районе жители уже давно живут в постоянном направлении. Каждый день здесь появляются все новые и новые разрушения. В дом на одной из центральных площадей города пришлось очередное прямое попадание. Серьезные ранения получила пенсионерка, жительница дома. Вчера вечером, но я не здесь живу, это наша бабушка тут пострадала. Это вы на первом этаже? Да, на первом этаже, она сейчас в больнице, но вроде живая еще осталась. Ее осколками ранило? Вы зайдите, посмотрите, вы сейчас все прекрасно увидите. А как вы думаете, что это такое? Не знаю. Все летело, получается, с окна, вот она вся стена, здесь насквозь, двери насквозь и в коридор. Она как раз в это время смотрела телевизор, когда прилетела. Бабушке было 84 года, с 41 года она работала. Ей попало в голову, и в легкие, да, ее прооперировали, сказали, динамика положительная. С собственными усилиями дончане восстанавливают дома. Украинская армия оставила и продолжает оставлять без жилья тысячи мирных жителей. В социальных сетях вы можете найти высказывания некоторых украинских солдат, в которых они изъявляют желание воевать в зоне так называемой АТО ради того, чтобы заработать на квартиру. Но как можно нажить себе счастье на чужом горе? Мы за свой город стояли и стоять были. У нас, слава богу, еще народ здоровый, с головой дружит. А те, кто там сидит, пусть лечатся. Им нужно не бабки бегать просить с протянутой рукой, позорище. А нужно головой немножечко думать своей, что они сделали. Они опозорили сами себя на весь мир. С них смеется уже весь мир. Во всяком случае, мы их не понимаем. Вот такие вот подарки прилетают в Куйбышевский район города Донецка. Буквально час назад это было жилое помещение. Здесь находился парень, который по чистой случайности остался в живых. Спал на этом месте, услышал взрыв, сгруппировался, как учили. Успел накрыться, меня накрыло завалами. Когда обстрел закончился, я разгреб завалы, выбежал. И забрал маму, и сразу выбежали в коридор. После этого уже зашли, забрали вещи, паспорта. Сын в зале спал, я была на кухне. Его накрыло полностью осколками, дверьми, всем, чем только можно. Ну вот успела вытащить за руку, вышли в трусах, в штанах, в чем были. Это уже потом одевались. Куйбышевский – один из самых пострадавших районов Донецка. Ежедневно он подвергается артиллерийским обстрелам. В этом доме жильцы живут как одна семья, помогают друг другу и в беде, и в радости. Но им даже не удается оценить объемы повреждений дома, как опять приходится бежать в укрытие от постоянных обстрелов. Два года назад вообще собирались там за столом, на улице, чай пили. А сейчас в подвале чай пьем. Ладно, все. Дай здесь, и я. Передадим, когда будем в Киеве, передадим им привет всем. Будем их города бомбить. Потом они посмотрят, как это. Неужели мировое сообщество не видит того, что на Донбассе действительно идет война? Какой прок от нахождения здесь миссии ОБСЕ и представителей ООН, если продолжают гибнуть мирные люди и рушатся их дома? Маргарита Миронюк, специальный корреспондент «Восток», Новороссия ТВ, Донецк. Парни Миронюк, специальный корреспондент «Восток» и «Восток» и «Восток» и «Восток» и «Восток» и «Восток», «Восток» и «Восток». Продолжение следует...